Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У Книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. Преподобный Сергий Радонежский глубоко почитается православной церковью за свои святые подвиги, ставшие образцом для многих поколений духовенства и мирян. Скромный и смиренный подвижник этот, не ища славы человеческой, избегая почестей и знаков власти, каждым днем своего земного жития нес подлинный евангельский свет многострадальному народу Святой Руси. Основывал новые монастыри, ставшие центрами образования и просвещения. Неоценима заслуга преподобного Сергия по праву, названного игуменом Сия Руси, в объединении русских земель и в становлении единого русского государства. Величие духовных трудов, высочайшая нравственная чистота и смиренно-мудрее его служат примером истинной жизни во Христе. О святой жизни преподобного рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Белорусская православная церковь» и называется «Святой Сергий Радонежский». Об этой книге далее в нашей программе. Как отмечает автор книги Александр Велько, житие преподобного Сергия Радонежского одним из первых составил преподобный Епифаний и романах Троицы Сергиева монастыря и ученик преподобного Сергия. Епифаний начал делать записи о подвижничестве святого игумена вскоре после его кончины. При написании жития он опирался как на собственные воспоминания, так и на сведения других иноков и мирян. К сожалению, житие преподобного Сергия, составленное Епифанием на склоне лет, в первоначальном виде не сохранилось. В середине XV века оно было переработано и дополнено Пахомием-Логофетом и до наших дней дошло в нескольких списках. Самый знаменитый из них – список пространной редакции жития, иллюстрированный миниатюрами, создан в конце XVI столетия. Часть этих миниатюр воспроизведена в данной книге. Многие наши читатели, без сомнения, знают житие преподобного Сергия, но все же мы сейчас его немного вспомним. Автор пишет, Более 700 лет назад, неподалеку от славного города Ростова-Великого, в нескольких верстах находилось небольшое селение, принадлежавшее ростовскому боярину Кириллу. К сожалению, название этого поселения, бывшего при дороге на Ярославль, не сохранилось в житии. Однако эти места знамениты и по сей день, поскольку здесь родился преподобный Сергий, игумен Радонежский, заступник и чудотворец всея Руси. Отец преподобного Сергия, боярин Кирилл, принадлежал к наиболее знатным родам ростовского княжества и состоял на службе у ростовских князей. Находясь в кругу приближенных к ним лиц, он часто сопровождал князей в их походах и поездках в Золотую Орду. Боярин Кирилл вместе со своей женой Марией славился праведной и богоугодной жизнью. Супружеская чета строго соблюдала все церковные правила, помогала бедным и немощным, давала приют странникам. Кроме преподобного Сергия, у Кирилла и Марии были еще двое сыновей – старший – Стефан, младший – Петр и дочь. Незадолго до рождения преподобного Сергия матери его было чудесное знамение, возвестившее о том, что этот младенец станет избранником Божиим, служителем Пресвятой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Так, в один воскресный день мать преподобного Мария пришла в церковь к Божественной Литургии. Во время богослужения, к великому изумлению присутствующих в храме людей, младенец трижды вскрикнул в очреве матери. Перед началом чтения Святого Евангелия, во время пения херовинской песни и при возгласе священника «Святая святым». Мать младенца сильно смутилась. Стоявшие рядом женщины, желая помочь ей успокоить плачущие дитя, стали спрашивать «Где же младенец? Почему он так громко кричит?» «У меня нет младенца», едва сумела вымолвить Мария. Женщины стали озираться, пытаясь увидеть ребенка. Не найдя его, некоторые вновь стали расспрашивать Марию, и та призналась им, что младенец еще в ней, под сердцем. Женщины сильно удивились, неудумевая, «Как может дитя кричать в утробе матери?» Благочестивые же Кирилл и Мария увидели в этом чудесном знамении божественное указание на славную будущность младенца. Вскоре Бог даровал боярам Кириллу и Марии сына. По традиции, на сороковой день после рождения младенца принесли в церковь и крестили. Новорожденного нарекли Варфоломеем в честь поминаемого в те дни одного из двенадцати апостолов Христовых. С первых же дней своей жизни младенец показал себя строгим постником, не вкушал молока матери по средам и пятницам, отказывался от него, если матери случалось есть в скоромные дни мясную пищу. Родители забеспокоились, думая, что дитя не принимают пищу по нездоровью. Однако младенец рос крепким и спокойным. Тогда Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Прошло время, Варфоломей подрос и покинул свою колыбель. Он возрастал телом и укреплялся духом, набираясь разума и страха Божия. А вскоре в семье боярина Кирилла родился третий сын, которого назвали Петром. Родители радовались, глядя на своих подраставших сыновей. Годы юности в Варфоломее выпали на тяжелые времена. Разоренная и покоренная монголо-татарами Русь вынуждена была платить завоевателям огромную дань. Ежегодно безжалостные и алчные монголо-татарские сборщики налодов, баскаки, появлялись в городах и селах, неся новые лишения и разорения. Баскаков вместе со всей их свитой следовало принимать, кормить и поить, а также содержать их многочисленных лошадей. При любом непоминовении тут же появлялись татарские воины, нашествия которых сопровождались кровопролитиями, насилием, грабежами, пожарами. Так, в 1327 году в наказание за истребление отряда монголо-татар и убийство ханского родственника в Твери, хан Узбек направил сильное войско под командованием темника Туралыка, Туралыкова рать, как указано в патриарше летописи, взяша град Тверь и Кашин и прочие грады тверские и волости, и села Пашгоша, а люди в полон поведоша. Этот набег привел к ослаблению и ростовской княжеской династии. Защитить тогда Русь было некому. Князья ссорились между собой за власть, ездили в ставку монголо-татарского хана жаловаться друг на друга и просить его милости. Хан своей волей наказывал неугодных ему князей, а другим давал право на княжение. Князьям приходилось часто ездить к монголо-татарским правителям на поклон. Во всех поездках их сопровождали доверенные бояре, которые порой вынуждены были оплачивать из своих средств многие расходы на дорогу, пребывание в ставке хана, дорогие подарки татарским вельможам. Ко всему этому частые неурожали или глады хлебные, как указывается в летописях, сказывались на материальном благополучии бояр. Многие из них нищали. Не избежал такой участи и ростовский боярин Кирилл. Спасаясь от притеснений, многие жители покидали свои дома и переселялись в иные, более спокойные земли. Не выдержал гонений и престарелый отец Варфоломея. Потеряв почти все свое состояние, он, как пишет преподобный Ефиханий, собрался со всем домом своим и со всем родом своим воздвижшися и переселись от Ростова в Радонеж. В этой земле и воссиял впоследствии преподобный отец наш, святой Сергий, житие которого представлено в данной книге. Ныне Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Сергия, которое произошло 18 июля 1422 года. Чуть менее 600 лет прошло с тех пор. Многое переменилось в жизни Великого Княжества Московского и его преемницы России. Но до сих пор стоит на своем месте Троицкая обитель, основанная преподобным Сергием Радонежским. Ныне она, обнесенной высокой и широкой каменной стеной, называется Троице-Сергиевой Лаврой. И сюда, к мощам преподобного Сергия, ежедневно стекаются люди, молитвенно обращаются к угоднику Божью за помощью. По святым молитвам преподобного Сергия ко Господу все с верою приходящие получают утешение в горестях, исцеление в недугах и иную помощь. Самой же Россия заступничество святого Сергия Радонежского, ставшего небесным ходатаем за страну и ее народ, позволило противостоять многим невзгодам в прошлом и дает веру с надеждой смотреть в будущее, убеждая, что милосердный Бог не оставляет даже в самые тяжелые и скорбные времена. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну, а я прощаюсь с вами и желаю вам приятного и полезного чтения. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова